В первые послевоенные годы на вооружении советской армии оставался пистолет ТТ. Удачный патрон стал залогом успеха этого оружия, но сам пистолет по ряду требований перестал удовлетворять военных еще в конце 30-х. Во второй половине 40-х начались работы по созданию пистолета, который смог бы заменить ТТ в армии. Патрон к ТТ считали излишне мощным для пистолета. При его создании ориентировались на применении такого патрона в пистолетах-пулеметах. Тогда расчет оказался верным. Советские пистолеты-пулеметы ППШ и ППС превосходили по боевым свойствам аналогичное немецкое оружие. А после войны на смену ППШ и ППС пришел автомат Калашникова. Мощный пистолетный патрон образца 30-го года стал неактуален. Его недостатком было невысокое останавливающее действие, одно из самых важных боевых свойств пистолета. Армии требовался более компактный, надежный, безопасный и эргономичный пистолет. Создание нового образца армейского пистолета началось с патрона. В НИИ-44 был разработан новый 9-мм патрон с длиной гильзы 18 мм. Новый патрон позволил тульскому конструктору Николаю Федоровичу Макарову создать простой в обращении и надежный самозарядный пистолет. Именно это оружие и принесло конструктору всемирную известность. Пистолет Макарова ПМ. Патрон 9 на 18 мм ПМ. Длина пистолета 160 мм. Масса со снаряженным магазином 810 граммов. Емкость магазина 8 патронов. Начальная скорость пули 315 метров в секунду. Принятый на вооружение в 1951 году пистолет Макарова получился довольно удачным. Небольшая масса и габариты, высокая надежность и безопасность в обращении, достаточное останавливающее действие пули сделали ПМ по-настоящему армейским пистолетом того времени. Помимо армии, ПМ приняли на вооружение и в правоохранительных структурах. Автоматика ПМ действует на принципе отдачи свободного затвора, простейшем и наиболее надежном при такой мощности патрона. При движении затвора назад происходит извлечение из ствола и выброс стрелянной гильзы. Взводится курок. При движении затвора вперед в патронник досылается очередной патрон. Первый этап обучения вращению с пистолетом – знакомство с матчастью. ПМ легко и быстро разбирается без использования специального инструмента. Для неполной разборки необходимо извлечь магазин, снять оружие с предохранителя, убедиться в отсутствии патронов патронники, потянуть спусковую скобу вниз и влево, отделить затвор от рамки, снять возвратную пружину. На «Отлично» нужно уложиться в 7 секунд. Собрав пистолет за 9 секунд, можно заслужить еще одну пятерку. Следующий этап обучения – стрельба. Не всем это дается просто. Но после некоторой тренировки научиться стрелять из пистолета Макарова может практически любой. Пистолет применялся во всех видах вооруженных сил и родах войск. Помимо Советского Союза, ПМ был принят на вооружение стран Варшавского договора, Китая и ряда развивающихся государств. В армии ПМ принято считать основным оружием самообороны, офицеров и прапорщиков. Макаровым вооружали некоторых членов экипажей боевых машин и расчетов огневых и технических средств. Пистолет Макарова был и у военных летчиков. В условиях вынужденной посадки ПМ помогал выжить. Так, 8 штук. В Назе еще 16. После вооруженного захвата рейса Сухоми-Краснодар в 1970 году ПМ стали выдавать и летчикам гражданской авиации. Да, к сожалению, и это пока необходимо. Воздушный бандитизм распространился в мире. У нас он редкость, но пилоты помнят. Им верена жизнь и безопасность многих людей. Водовая пилотам оружие, думали и о том, что будет, если пистолет придется применить в полете. Ведь пуля может пробить обшивку и произойдет разгерметизация салона. Чтобы этого не случилось, были разработаны специальные патроны с пулей малой пробивной способности. Немного потеряв в начальной скорости, такая пуля обеспечит поражение террориста и в то же время не пробьет обшивку самолета. ПМ стал первым стрелковым оружием, побывавшим в космосе. Именно с пистолетом Макарова Юрий Гагарин совершил свой знаменитый полет вокруг Земли. Конечно же, личное оружие космонавты получали не для отражения атаки инопланетян. Пистолет был необходим для выживания на случай, если спускаемый аппарат приземлится где-нибудь в безлюдной тайге. Это бесшумный пистолет ПБ. Существует расхожее мнение, что он создан на основе ПМ. Это неверно, хотя некоторые детали и узлы пистолета Макарова в нем действительно использованы. ПБ позаимствовал у Макарова ударно-спусковой механизм и штатный магазин. Все остальное не более чем внешняя схожесть, поэтому ПБ и ПМ можно считать лишь очень дальними родственниками. Раз уж речь зашла о бесшумном пистолете, надо добавить, что в нем используется штатный патрон ПМ. Строго говоря, пистолет нельзя считать абсолютно бесшумным. Но тем не менее, звук при выстреле довольно тихий, гораздо тише, чем у обычного пистолета. Вернемся к пистолету Макарова. Как и любое оружие, ПМ не лишен недостатков. Некоторые стрелки считают не очень удобной его рукоятку и прицельное приспособление. Кроме того, по современным меркам, емкость магазина в 8 патронов недостаточно. Реальная дальность эффективной стрельбы СПМ по незащищенной цели не превышает 25 метров. Тем не менее, в течение долгого времени Макаров не имел альтернативы. Правда, некоторые спецподразделения армии, МВД и КГБ вооружались автоматическими пистолетами Стечкина, АПС, также созданными под патрон 9 на 18. Но это оружие гораздо больше и массивнее, чем ПМ, и предназначено для решения других задач. Поэтому абсолютное большинство сотрудников силовых ведомств, которым полагались пистолеты, использовали в качестве табельного оружия именно Макаров. Некоторые недостатки ПМ устранили в модернизированном варианте пистолета Макарова ПММ. Он был создан в 93-м году и должен был заменить ПМ. Сохранив простоту и надежность своего предшественника, ПММ приобрел более удобную рукоятку и магазин на 12 патронов. Но этот пистолет распространения не получил. Армия нуждалась в новом, более мощном пистолетном комплексе. Дело в том, что в начале 80-х годов во многих армиях мира стали активно использоваться бронежилеты. Их появление вызвало необходимость увеличения поражающего действия всего стрелкового оружия и пистолетов в том числе. Поэтому в СССР началась работа над новым пистолетным патроном и, соответственно, пистолетом под него. Сегодня в российских войсках на смену Макарову постепенно приходит более современное оружие – пистолет Ярыгина. Он разработан под новый, довольно мощный пистолетный патрон и по боевым свойствам превосходит Макарова. Однако на данный момент ПМ по-прежнему остается в строю. Оценивая пистолет Макарова сегодня, можно сказать, что он вполне отвечал требованиям своего времени. По мнению многих специалистов, ПМ до сих пор является одним из лучших представителей своего класса пистолетов. В умелых руках пистолет Макарова является хрозным оружием. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...